Приветствую всех, дорогие слушатели! Меня зовут Загалаева Ольга, я детский психолог и логопед. Сегодня в непростых условиях мы оказались все. И родители, и дедушки, и бабушки, и сами дети, и учителя, которые несут знания нашим детям через дистанционное обучение. Я вам раскрою четыре фактора, способствующие успешному обучению. Первый и самый главный фактор – это интерес. Когда ребенку интересно получать знания, когда он сложные вещи получает простым языком. И здесь все зависит от учителя. Потому что самое главное, чтобы ребенок понимал важность, значимость получаемых знаний, а не оценка. Второй важный фактор – это способы восприятия. Да, это учеба. Да, в сложных условиях, в условиях, к которым никто не был готов. Но все же для ребенка важна игра, где он творец, где он творит свое будущее, в котором он знает. Третий фактор, немаловажный – это восприятие информации, которую берут наши дети. Каждый ребенок – это личность, и он получает информацию. Кто-то путем зрительного анализатора большую часть, кто-то путем большую часть слухового анализатора. Это необходимо учитывать. И здесь помощником у ребенка будет его родителей. Кто, как не родитель, знает лучше, как ребенку легче получать знания. И четвертый фактор – он связан напрямую с учителем. И здесь важную роль играет личный пример учителя. То, как он любит свой предмет. То, как он с радостью общается с учениками. То, как он всю душу свою вкладывает для того, чтобы дети поняли. То есть обучение не в состоянии нужды, а в состоянии «я хочу тебе дать знания, чтобы ты знал» и потом эти знания использовал. И мотивация здесь должна быть однозначно устойчивая. Нам необходимо сказать «нет» всякому стрессовому состоянию ребенка. «Нет» всяким большим подарком. Будешь хорошо учиться, получишь что-то. И еще самое важное – не будешь учиться, станешь дворником. Это не мотивация. Мотивация состоит в том, что будешь учиться, будешь творцом собственной жизни.